Когда мы только стали изучать когнитивные искажения, это был большой проект в рамках высшей школы методологии. Мы создали несколько рабочих групп в рамках проекта «Человеческий фактор». И поскольку вот это когнитивные искажения не давали мне покоя, потому что я никак не мог понять, о чем, собственно говоря, идет речь, что подразумевается под этим феноменом когнитивные искажения, у нас была отдельная группа, которая работала как раз с тем, чтобы посмотреть на все эти когнитивные искажения и так далее. В общем, мы делали работы, встречались, обсуждали, все перемешивали и так далее. Но все это складывалось в какие-то группы по каким-то разным осям. Можно было так их сложить, когнитивные искажения, так сложить, но все время что-то вываливалось и так далее. И в конечном счете я смог понять, что мы просто оказались заложниками термина «когнитивные». Потому что на самом деле это не когнитивные искажения, это вообще мышление, искажение мышления. И после того, как это стало понятно, стало понятно, что влияет. Вот давайте сейчас представим. Знаете же, как Эйнштейна доказали, что он был прав со своей теорией относительности? Они доказали, что это экспериментально. Экспериментально. Во время затмения можно было смотреть, как идут лучи света, и как они искажаются под воздействием массы. То есть свет имеет массу. Весит. Я не знаю, это неправильно говорю, но с точки зрения этого. Но чтобы было понятно, значит, тяжелые объекты таким образом, они как бы проминают пространство. Они как бы создают, втягивают. Вот. И если представить себе, что мышление — это некий процесс, и что-то на него воздействует, то это значит, появляются какие-то тяжести, которые искривляют путь мысли. Ну, то есть вот у нас мысль должна была быть отсюда ровно, и пошла, красиво, паво, идет. Но появляются какие-то тяжести, которые мысль, так сказать, тут ее повело, как будто она выпила. Вот она ее повело сюда, повело сюда. Вот. И вот она идет, шатается. И это когнитивное искажение. Какие тяжести воздействуют на нас? Тяжесть номер один — инстинкты эволюции. Ну, тяжесть, она вас, как бы, вы думали бы правильно, но, понимаете, у вас есть настройка, что вы, своя рубашка, ближе к телу. Это эволюционная вещь. Ну, как бы, абсолютно нормальная, понятно. Она будет вас тянуть. И поэтому вы уже не можете здесь быть объективны. Ваша пава пошла, так сказать, под шофе. Значит, другая, вторая. Значит, психический аппарат, мозг как таковой, у него есть определенные способы создания модели реальности. Например, языковая картина мира, лингвистическая картина мира. Да? Да, как Эйнштейн в свое время пошутил. Не пошутил, а серьезно сказал. Значит, границы моего языка определяют границы моего мира. Да? Кроме этого, есть куча других вещей. Например, ваш прожитой опыт. Если что-то стало вашим опытом, это не то же самое, что что-то, что не было вашим опытом. Они оказывают разное влияние. То есть просто особенность психических процессов тоже будет воздействовать на грациозность движения вашей мысли. И поэтому второй набор когнитивных искажений и вот этих проблем, он связан с тем, что у нас мозг просто как бы, он как-то запрограммирован, и эта программа сама не позволяет нам мыслить объективно, четко, строго и так далее. Возникает или лингвистический фрейминг, или возникает, как бы сказать, ну то, что лежит рядом, вспоминается быстрее, то, про что вы думали рядом, вспоминается быстрее. Ну я пример привожу, показываю людям, показываю на слайде, крупно написано молоко, вот, а потом говорю, закройте глаза и представьте животное. Ну и что я не представляю? Представляете, коровы. Я говорю, я гипнотизер, я заставил вас всех увидеть корову. Нет, это просто мозг. Если вы включили систему ассоциаций, нейроны, связанные с молоком, ближе всего лежат к корове. Поэтому, хотите вы не хотите, когда вам покажут молоко, вы подумаете про корову. Птичье молоко. Это пример детевых искажений и рамок, так сказать. Я в детстве реально думал, что это, что ты здесь видела. И у меня было как-то призов зрения. Это явно какая-то. Что-то тут они, вредные эти конфеты. Хочешь птичье молоко. Вот, когнитивная рамка, понимаете? Воздействует и все, хотите вы не хотите. Ну, пристаньте, доите птицу. Хотите, подоили птицу. Хочешь молока? Нет, спасибо. Это рамки. И третий фактор, который влияет, это социокультурные факторы. Лев Семенович Выгодский, основатель нашей такой отечественной, по сути дела, всей общей психологии, у Выгодского культурно-исторической теории. Он показывает, как наши мотки и наше поведение и все определяются теми социокультурными факторами, которые у нас воздействуют. И очевидно, что при этом есть огромное количество исследований, которые доказывают в социальной психологии, исследований предубеждений, которые связаны с национальностью, с полом, с тем, с пятым, с десятым и так далее. И социокультурные факторы — это третья сила, которая приводит к искажению наших мыслей. Вы разговариваете с человеком, если он моложе вас, вы считаете его глупее. Хотя Эйнштейн написал свою научную... Его главные четыре научные работы были написаны в 25 лет, в 26. Но когда с вами молодой человек, вы чувствуете себя, что он глубее. Почему? Это социокультурная установка. Ну вот так вот, как бы в этом. Если это женщина, а не мужчина, вы считаете, что, скорее всего, это недостаточно профессионально, если это говорит мужчина. Особенно если мужчина говорит строгим голосом, он бом-бом-бом, это вообще произойдет с накшевательным эффектом. Какую бы ересь он ни нес. Вот. и, соответственно, третье. Что такое Новый год? Это когнитивные искажения под названием социокультурная установка. В прекрасные, так сказать, нормальные движения календаря, которые и часов, часы ровные, они с точку 12 проходят как минимум дважды за сутки. Они это проходят 365 на 2, 600, 700, 30 раз в году они проходят через это тело. А мы в один момент с тобой а сегодня будет чудо. Да, это когнитивные искажения социокультурные, которые огромное количество людей под 31 декабря, 1 января превращают в людей, которые перестают с должной адекватностью воспринимать происходящий процесс. Но нас так выдрессировали и выдрессировали не случайно. Зачем Новый год ввели? У нас вообще этот Новый год не праздновался, потому что он ассоциировался с Рождеством. А потом после войны, когда нужно было сделать праздник, и, кстати, на войне вернули православие, там патриарх стал обращаться, Александр Невский появился, который мы вам с мечом пришел, кто мы от меча погибли. Началась вся эта пропаганда. Вынули культурно-исторические мемы, так сказать, и вернули елку. И у Вертинского, который дико настрадался от советской власти, у него есть песня про Новый год, и он как вот это все, и на елку повесим звезду. Пел с высшей степенью так сказать, иронии над режимом, который вернул рождественскую елку под названием Нового года. Вот. То есть когда это было еще Рождество, было понятно. по крайней мере, это некий религиозный праздник, в который предполагается решение некоторых, так сказать, религиозных вопросов. Пришествие Сына Божьего в мир. И в этом есть своя легенда, своя сказка. Какая сказка о Нового года? Кто такой Дед Мороз? Полный Святой Николай. Какой он живет в Устюке? Какой Устюк? Где? У нас даже Деда Мороза нет, у нас Морозка был. Вообще просто Морозка. Это мифологическое мышление, когда вы ходите и инии, откуда взялся? Морозка прошел. Превратился в Деда Мороза. Святой Николай Угодник. Ну, вообще просто куча, куча, куча когнитивных искажений. КОНЕЦ КОНЕЦ